Группа маленьких девочек и их подруг играют возле старинного особняка. Их мама наблюдает за ними из окна, спрятавшись за занавесками. Мимо проходят туристы, которые хотят увидеть знаменитый город Помпей с его оживленными тавернами, модными банями и отличными кафе. Здесь также есть ремесленники, продающие свои подделки. Многие люди находятся на рыночных площадях или собираются на большой арене. Тем временем рабы в городе убирают, работают на фабриках и массируют людей волчьим логовем, что бы это ни значило. Затем внезапно раздается громкий треск и небо заволакивают большие облака пепла. Люди на улицах почти ничего не видят из-за темноты. Вокруг них рушатся здания и они кричат от страха. Все вокруг покрыто ядовитыми газами и раскаленными камнями. Итак, вот что произошло в тот день, когда был разрушен римский город Помпей. Там было от 20 до 12 тысяч человек, которые как раз занимались своими делами, когда природа решила сыграть с ними злую шутку. Откуда мы знаем, что все произошло именно так? Друзья, вы знаете, что существует теория, а иногда и факты очевидцев, что во время опасности время буквально замедляется. После серьезных ДТП и несчастных происшествий люди рассказывали, как время останавливалось, и они видели смертельную опасность перед собой, которая длилась минуты, однако ничего сделать не могли, так как тело не слушалось их. Не буду углубляться в это, так как мы подробно все это изучали в своем телеграм-канале. Многие же рассказали свои истории и высказались по этому поводу. Поэтому мы ждем вас, так как было бы интересно послушать и ваше мнение. Ссылку оставлю на телеграм в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Мы ждем там вас. У нас очень-очень жарко. Что ж, годы спустя археологи смогли сложить головоломку воедино. В этом городе, который сейчас находится в итальянской провинции Неаполь, жители современной Италии жили еще в 8 веке до н.э. Вы знаете, что сюда пришли древние греки, и в 6 веке до н.э он начал превращаться в оживленный торговый центр. Они построили городские стены и храмы. За пару сотен лет Помпей разбогатели благодаря торговле и сельскому хозяйству. Состоятельные люди начали переезжать туда, наслышавшись об этом удивительном городе с его величественными частными зданиями, театрами, банями и всеми этими крутыми статуями в честь своих богов. Но незадолго до того, как разрушительное извержение вулкана полностью уничтожило город, в 79 году н.э. Помпеи были местом, где богатые римские мужчины могли насладиться изысканными винами, а многие женщины работали ночными феями. Расположение прямо на побережье привлекало богатых туристов, что делало его похожим на курортный городок. Но жители Помпеи иногда чувствовали присутствие горы Везубий, великого вулкана. Этот вулкан был активным, потому что, как отмечали некоторые римские писатели, иногда он грохотал. Римляне даже считали эту гору божественной, придавая ей мифическое значение, что позже стало ясно по фрескам. Чего римляне не знали, так это того, что Помпей располагался на лавовом плато, образовавшемся в результате предыдущего извержения вулкана. Людям следовало бы забеспокоиться, и они почувствовали, что должно было произойти, когда около 17 лет назад большинство из них погибли в результате мощного землетрясения, которое разрушило Помпей и их окрестности. После этого было много восстановительных работ, в ходе которых ремонтировались поврежденные здания и возводились новые сооружения. Жизнь начала возвращаться в нормальное русло, но затем наступил худший день в жизни Помпеи. Мы знаем, что произошло, потому что римский писатель по имени Плини-младший рассказывал об этом. Его дядя Плини-старший погиб, пытаясь помочь людям выбраться из города. Считается, что извержение произошло в октябре или в ноябре, и Плини рассказывал, что в тот день с горы поднималось огромное облако дыма, похожую на гигантскую сосну, из которой выступали ветви, и оно было очень высоким. Его дяди не было в городе, но он был неподалеку. Он понял, что то, что он увидел, было важным событием, поэтому он собрал всех своих родных и отправился на помощь. Его дядя добрался до берега недалеко от города, но, по словам его племянника, похоже, что он утонул. Римский историк Плини писал об извержении и о том, что произошло на второй день. Он вспоминал, как слышал крики женщин и плач младенцев, когда люди на ощупь пробирались в темноте, в поисках членов своей семьи и молились. Плиний описывал, как люди молили бога о помощи, но другие думали, что богов больше нет, и мир обречен на вечную тьму. Он был прав. В Помпеи царила вечная тьма, но некоторые из них воскресли в наше время, и туристы снимают их на свои смартфоны. Изначально считалось, что большинство людей погибло от вдыхания пепла. Конечно, многие люди, вероятно, пострадали от этого, но большинство погибло не от самого пепла, а от газа, который спустился перед извержением вулкана. Когда извергался Везувий, он извергал так называемые пирокластические потоки. Всего таких потоков было шесть. Во время этих потоков раскаленный пепел и токсичный газ выбрасывались с невероятной скоростью. Везувий находился недалеко от города, и скорость этих потоков набирали ошеломительную скорость. Людям некуда было бежать. Теперь ученые говорят, что внутри или снаружи во время этих потоков температура была около 570 градусов по Фаренгейту, и люди погибали мгновенно. Мы также знаем, что некоторые люди застывали на месте, как будто находились в состоянии анабиоза. Один исследователь сказал, что эти скрюченные позы были вызваны недолгой предсмертной агонией. После того, как все успокоилось и город был разрушен, вместе со всеми его жителями появились мародеры. Помпей не был полностью засыпан, хотя ворам пришлось перерыть кучу пепла, чтобы найти сокровища. Они грабили мертвых, и спустя столетия о Помпее забыли. Его больше не существовало. Место, где боги сеяли хаос, было оставлено в покое. В 1500-х годах были обнаружены некоторые городские стены с фресками. Но только в 1800-х годах, после дальнейших раскопок, стало ясно, что когда-то здесь был большой город. Пепел в какой-то степени сохранил город и некоторых людей. Они словно застыли во времени. И что же они обнаружили? Самое невероятное, насколько хорошо было обустроено это место. Они обнаружили то, что можно было бы назвать ультрасовременным римским амфитеатром. А также тренажерный зал с бассейном. Они также обнаружили общественные бани, театры, кафе, фабрики, рынки и даже раздел, посвященный борделям. Хотя подождите минуточку, откуда они знали, что это было место, куда богатые римляне ходили развлекаться? Римляне строили заведения с определенными целями. Например, публичный дом назывался Лупонар, что означает волчье логово. Публичный дом в Помпеи был известен как Большой Лупонар. И в нем археологи обнаружили стены, покрытые интересными взрослыми картинками и граффити, которые были переведены. Это объясняет, что происходило внутри этих стен. На одном из граффити даже написано, что Евплия была там с двумя тысячами красивых мужчин. Мы не можем рассказывать вам больше о том, что они нашли, потому что мы не хотим, чтобы нас заблокировали. Давайте просто скажем, что озорные граффити не изменились за две тысячи лет. Они также узнали, что в Помпеях был акведук, по которому вода подавалась в дома и бане. Там были фонтаны и бассейны. Они смогли увидеть, как выращивают урожай и как делают вино. Они увидели, какую еду едят люди и как некоторые из людей вели свой бизнес. Что касается тел, то они видели людей, которые сидели на корточках, как будто молились. Некоторые ползли, другие стояли, съежившись. Все эти тела были слепками, сделанными из пепла. Скелеты были окружены пеплом, а пустоты были заполнены гипсом археологами. Археологи хотели сохранить, как выглядели тела погибших людей. Большинство из них погибли в результате наводнения, но некоторые могли погибнуть, задохнувшись от газа, а также падение крыш и летящих камней. Некоторым счастливчикам, возможно, удалось спастись, потому что в некоторых местах тела так и не были найдены. 13 погибших были найдены в месте под названием Сад беглецов, которое должно было быть чем-то вроде фруктового сада в Доме Тайн. Было обнаружено 9 людей, и я думаю, что на них могла обрушиться крыша. Один человек просто отдыхал в таверне, когда отдал Богу душу, в то время как другие были в банях или на рынке. Здесь были даже статуи животных, таких как собаки и свиньи, что дает нам представление о частной жизни богатых римлян. К сожалению, часть экспонатов была уничтожена в XIX веке ханжами, которые не хотели демонстрировать интимную жизнь римлян. Другие экспонаты хоронились в секретном шкафу. К счастью, эти произведения искусства теперь выставлены на всеобщее обозрение. Благодаря компьютерной томографии мы больше знаем о состоянии здоровья этих людей. Мы точно знаем, что у многих из них были отличные зубы. Это потому, что они придерживались здорового питания. Хорошей новостью является то, что в 2000-х годах итальянцы взяли себя в руки и начали проводить учения по эвакуации. Возможно, они знают больше, чем римляне, когда дело доходит до прогнозирования извержения вулканов. Они постоянно следят за этим, так что это помогает. Они даже пытались переселить людей, но мало кто был заинтересован в этом. Ученые говорят, что если Везубий взорвется, это вызовет проблемы. И есть вероятность, что вскоре он снова начнет извергаться. В 2019 году за вулканом было установлено наблюдение, когда магма начала подниматься на поверхность. За год до этого некоторая вулканическая активность напугала некоторых людей. И они разработали новые планы эвакуации. Извержение произойдет. Это только вопрос времени. Немного пугает то, что в опасной зоне вулкана Везубий сейчас проживает около 600 тысяч человек. Около 3 миллионов человек находятся достаточно близко, чтобы пострадать в случае его повторного извержения. Это самое густонаселенное место в мире с действующим вулканом. Но какова вероятность того, что в ближайшее время произойдет еще одно извержение? Последнее извержение было в 1944 году, сразу после вторжения союзников в Италию. Небо заволокло пеплом, а лава обрушилась на ближайшие деревни. Людям пришлось все это пережить. Они покинули свои дома, когда хлынула лава. Везубий извергался уже много раз. В 1600-х годах, 1700-х годах и 1800-х годах были извержения, сопровождающиеся потоком пепла, газа и лавы. После одного извержения в 1631 году погибли тысячи людей. В 1944 году многим людям удалось быстро спастись. Но 26 человек погибло. В 1906 году повезло не так уж многим. И в результате этой катастрофы погибло более 100 человек. Вулкан разрушил ближайшие деревни и даже Неаполь. Сегодня, если бы произошло извержение Везувия, и вы бы жили среди более чем 600 тысяч человек, живущих в Красной зоне, у вас могли бы возникнуть проблемы. Этот район находится к вулкану еще ближе, чем Помпей. Поскольку этот вулкан был активен последние годы, а последнее извержение было очень давно, оно может повториться. Вот почему люди называют его бомбой замедленного действия.